От чего ключи? Может от чернил? Что мне так нужны? Этот белый лист выходит на виск Бух! Сначала ваши комментарии Хей! Всем привет! Меня зовут Нала и сегодня я покажу вам свой скетчбук Нарисовала я там не очень много, поскольку у меня институт и всякие просмотры Но все равно я думаю вам будет интересно на... это посмотреть Выглядит он вот так, вот такой вот желтенький с маленькими полосочками Да, и кстати говоря, здесь все, что я нарисовала за сентябрь, октябрь и маленький кусочек ноября Так что поехали! Я рада презентовать вам свой новый скетчбук, который мне подарили на день рождения Поскольку тот другой, который был, зеленый и розовый, их было два В общем, они оба закончились, поэтому сейчас новый скетчбук Извиняюсь за то, что нет моего лица в кадре, хотя я думаю, вы уже многие от него устали Так что отдохнете! Это скетчбук фирмы Фалафель Румага здесь достаточно тоненькая и имеет желтоватый оттенок такой А вот это вот наклеечка из пака с Каролиной в Строи Кошмара Ну что ж, начнем! Это самая первая страница и вау! Вы не поверите, но впервые, впервые за долгое время я нарисовала здесь разворот какой-то Это просто охуенно! Что, собственно, здесь происходит? Я нарисовала, как мальчики и девочки собираются на свидание Или не просто на свидание, а куда-нибудь погулять Потому что это всегда долго Это все мои персонажи для тех, кто здесь на моем канале в первый раз У меня есть свои герои, которых я придумала Про них есть отдельное видео Точнее, это не отдельное видео, а ответ на вопрос И там вы сможете что-нибудь узнать для себя интересное Кстати говоря, скоро будет отдельное видео на 100 тысяч подписчиков про всех моих героев Так что, кто ждал, хотел разобраться Зовите всех своих друзей Пусть они подписывают с тобой на канал И это видео выйдет быстрее Здесь всякие баночки, какие-то скляночки И там Мэтт, который бреется У него жутко огромное плечо непропорциональное И это прям кидается, бросается в глаза И это очень мерзко Не хочу смотреть! Фу! Цезарняшка, мне очень нравится и Сэт Они два моих фаворита здесь На этой полустраничке Вот здесь красотка Джо Она вышла потрясающе И для тех, кто читал фанфик Вот именно так она будет выглядеть После всех манипуляций, которые там произошли Да, без аквариума уже Видите отсылку на ее аквариум Таздра Перма И Нала, конечно же Шикарная поза, мне очень она нравится И здесь как бы очень приятно ложатся маркеры Хотя бумага, как я уже сказала, желтоватая Но это никак им не мешает Дальше это какие-то наброски Я сидела на истории искусства И пыталась рисовать людей Какие-то девочки, которые там сидели Потому что у нас в УЗИ преимущественно девочки 90%, наверное, если не 95% Маленький моханатый человек-паук Это кому-то мне нужно было быстро его скинуть И я такая God damn Я умею рисовать человека в пауку На этой страничке просто какие-то скетчи Опять же такие линер Потому что это был инктобер И я решила, почему бы и нет, собственно Это какая-то тетенька фигуристая Она мне нравится Похожа на какую-то учительницу Нала Сет Сет вообще на дедушку здесь похож на какого-то ужаса Вот это Налина бабушка Потому что по фанфику никто не знает, как она выглядит И почему у нее здесь нет рожек, тоже непонятно Но выглядеть она должна именно как-то так Сзади, кстати, мне очень нравится интерьер фановой Какое-то трюмо Что за слово вообще трюмо? Кто это говорит? Мне нравятся ее руки И ее выражение лица Причем я горда собой Потому что я не делала скетч И нарисовала ее сразу Хотя здесь есть некоторые косяки по анатомии Но это незаметно, скажем так Для простого обывателя Так, это какой-то скетч Он дико бесит Я бы его выдрала, если бы мне это бабушка Ладно, надо бы чего-нибудь замазать Это потому что какой-то ужас вообще Это Нала Я не знаю, по-моему, я пыталась нарисовать красивую природу Вот здесь вот Но поскольку я не сильна в какие-то пейзажи Или объекты, флоры и фауны Мне ничего не получилось Ну получилось, но какой-то так себе могло быть и лучше В моей голове это выглядело просто шедеврально Но получилось вот так Нала, которая едет в метро Или в каком-то транспорте И думает о цветочках Вообще вот это ее тень Но она отвратительная тоже А то Нала ничего Пробовала маркеры Потому что мне очень стыдно, что у меня есть огромнейшая коробка маркеров И я ими не рисую И это я слышала какую-то песню Жуки в янтаре, по-моему Кто-то мне ее скинул Из моих любимых подписчиков в паблике Я просто кайфовала от нее Ну и поскольку она такая грустная Здесь плачущая Нала И опять же все такое динамичное Волосы какие-то, листики Для самых внимательных сейчас Вот, вот, вот Какая-то перечеркнутая фотка Мэтта Ну это прям для совсем внимательных Разбитая чашка, зажигалка Здесь тоже какая-то фотография, разбитая тарелка И все идет к такому, знаете, грустному концу Неудавшиеся кики Я вообще не знаю, что со мной происходит в последнее время Нет, ну в принципе вот этот скетч Он мне очень нравится Он достаточно анатомичный Не считая больших рук Но мне нравится вот эта вот ее поза очень сильно Но вот это, это прям ужас Это как будто мне 5 лет Мне нравится здесь только котенок И вид Ой, кто же не брал челлендж? Я взяла опять челлендж И угадайте что? Напишите в комментариях Жду 5 секунд Я его, конечно же, не закончила Мне не судьба заканчивать челлендж На самом деле он мне очень понравился Мне его моя подруга порекомендовала И мы с ней вместе его делали Но потом я заболела И болела целую неделю Чисто физически была вообще не в состоянии что-либо рисовать И это, кстати говоря, последний день Это пьяная фея Я ее вижу как-то так Вот здесь шкала опьянения Вот здесь вот, собственно говоря, сама героиня С бутылочкой, венца или не знаю чего Здесь у нее волшебная палочка заткнута за пояс Какая-то пыльца, наверное, какие-нибудь зелья И сишка с мундштуком Это идеально Перфект Вот это первый день Да, такой разброс, последний первый день челленджа Просто я всегда делаю сначала те пункты, которые мне больше всего нравятся Это неудачливый волшебник Здесь, кстати, есть много мелких деталей Которые можно рассматривать Вот, постараюсь вам это как-нибудь увеличить Почему он неудачливый, спросите у меня вы Во-первых, у него поехала картина Живая картина, знаете, как в Гарри Поттере Потом он неправильно читает инструкцию Она перевернута вверх ногами А инструкция-то с черепом Значит, это очень важно У него ломается палочка Проливается жидкость Потому что он машет своей рукой Здесь у него остывает дошик Что может быть ужаснее Тут у него дырка в чане И выливается кислота Здесь котик играет с нитью судьбы И сидит на лунном календаре В общем, лох он и лох по жизни Кстати говоря, этот волшебник Очень похож на нашего натурщика Институтского Это прям его вообще копия Здесь еще у меня раньше было написано Ну, зато есть свое село Про село это локальные мемы Кто знает, тот поймет Это второй Нет, да, это второй день Душа отжигает в аду Я нарисовала душу Которая болтает с какими-то демонами Или мучителями Они пьют тут какую-то жижу вообще Ядреную Два чертика А сзади как раз-таки их собратья Жарят в котле В огне другие души Мне вообще очень нравится вот эта картинка Мне нравится, что душа такая полупрозрачная И очень миленькая получилась Красота в деталях Это детство сета Посмотрите на него Я хотела сделать его таким щекастеньким Знаете, часто бывает, когда мальчики В молодости В молодости В детстве такие щекастенькие А потом они вырастают И становятся Неземными красавцами Вот я думаю, это тот случай Потому что сейчас он просто Хот секс А это его одноклассники Мелкие волкашки Которые над ним стебутся Почему бы и нет Здесь, кстати, пропадает Ценная бумага Листочек Надо здесь что-нибудь нарисовать И это просто Какой-то рисунок под песню Опять же-таки Какой-то грустный У меня было очень грустное настроение Потому что у меня Семейные обстоятельства Складывались очень хреново В общем, были всякие проблемы Настроение нарисовать вот такую нау Но эта картинка Она тоже потом будет связана с фанфиком Да, у меня есть фанфик Который я не допишу никогда В своей жизни У меня такое ощущение Потому что времени совсем нет И вдохновения В последнее время тоже нет Просто в моей голове Что-то происходит Но я не могу это Передать Своим зрителям Это они в поле И это они Около дома Налы В котором она выросла Вместе с бабушкой Как раз-таки вот Мне нравится вот здесь Вот эта вот розовенькая хрень Это прекрасно И мы это такой Посмотрите на его попку Она же секси Ах Это неожиданно мохнатый друг Я решила нарисовать гусеничку Ну это все тоже челлендж Как вы поняли Это зомби Почтальон Прикол в том Что он принес ей пенсию Слишком рано Потому что остальные Почтальоны Которые не зомби Делают это очень-очень поздно Почта России О, это просто У меня было настроение Я решила нарисовать Налу Я потом подумала Покрасить ее или нет Опять под какую-то Грустную музыку И в итоге Как вы уже все знаете Я решила нарисовать ее В диджитале Вот И мне очень нравится Как она здесь вот Решена тонально Вот Я никогда раньше Не размазывала так карандаши Считала, что это вообще муретон Но сейчас Я поняла Что это действительно Неплохо Когда ты делаешь скетч Это просто Круто очень Ты не тратишь время Для того, чтобы заштриховать Ты потом можешь сверху пройтись Карандашом нормально Чтобы сделать форму Строголовка Ван Лап Спасибо Руки такие кривые Культи Ну ладно Этого никто не заметил Наверное Расхавают Ну и Последняя страничка Моего скетчбука Вы не поверите Это все, что я нарисовала Потому что Времени вообще нет Но граждане требуют скетчбук Поэтому Как говорится Все для вас Незаконченный день Ден День челленджа Как раз на котором Я завалила Это про Последний пончик Который остался И которого Не купили Он тоже должен быть В лайне Но я к сожалению Этого не сделала Это Мэтт и сэт Посмотрите на их рожи С этой-то еще нормам Это вообще Как будто бы Две бутылки водки Выживал Такой Что происходит Вернусь к этому Я остался Последний живой Он такой сидит Плачет Курит Здесь вот Карамелька Орет Это для тех Кто смотрел Полный расколбас Прикольный Очень мультик Советую Я первым Я первым Попаду В вечность Осаду Левогороди Твою Твою Рассаду Нежно Прям Чтобы всем было приятно Чтобы все остались довольны И чтобы никто не обиделся Так что если вас это заинтересовало Вы можете зайти в мою группу Ссылка на нее будет в описании И скинуть туда свои работы В определенный альбом Который называется Критика И возможно именно твою Или вашу работу Я как-то покритикую Если найду в ней Какие-то на мой взгляд Минусы Ну что ж Я надеюсь вам понравилось видео Ставьте лайки Подписывайтесь на мой канал Заходите в мою группу Вконтакте Там вы сможете видеть Больше моих всяких Разных работ Ссылочка на нее будет В описании Так что не поленитесь И конечно же Подписывайтесь на мой инстаграм Вам не сложно А мне очень-очень приятно Вы меня будете мотивировать Я буду делать видео быстрее Ну и кстати вам плюсик Вы сможете узнавать О всех моих каких-то Идеях По поводу роликов Или по поводу Там каких-то рисунков Напрямую Через инстаграм И через мои Офигительно интересные Сторис Разрекламировала Так прям вообще Ну и надеюсь Что в скором времени Выйдет видео С мягкой критикой вас Как я и хотела Как вы и хотели Ну что ж Всем вдохновения И хорошего настроения Пока-пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok